приветствую вас на своем канале меня зовут юлия куликова и эксперт по выкупу имущества с государственных торгов тема видео о котором мне бы хотелось сегодня поговорить это эффект плохого лота когда мы с вами заходим на любые торги на сайт гис торги или это могут быть любые банкротные торги арестованное имущество непрофильные активы то есть мы видим для себя какой-то офигенный лот который мы хотим купить и у нас либо денег нету на то сильно мне хватает денег на этот лот и мы начинаем придумывать причины то есть почему мы должны купить этот лот или и должны выиграть торги по минимальной цене а любой другой человек не может этого сделать это называется эффект плохого лота то есть еще раз дам мы заходим на торги мы нашли для себя но настолько офигенный лот и начинаем придумывать причины почему другие не могут этого сделать то есть к примеру перекупы не могут купить земельный участок зайти в эти торги потому что у нас сейчас идут новогодние праздники они не успеют перевести задаток они не увидели о том что будет продаваться этот лот машина стоит в конфискованном имуществе на нее очень сложно восстановить документы только я знаю как это делать то есть это называется эффект плохого лота когда мы заходим в торги нам ну важно быть реалистами заходить в торги с холодной головой когда мы устанавливаем цену да то есть ко мне когда приходят клиенты мы сразу проговариваем минимальные максимальные цены но очень часто ко мне приходят клиенты с очень маленькими суммами и по большей части эффекты плохого лота вот эти возражения то есть минусы лота я слышу от них намного чаще и чтобы не тратить ни ваше время не мое время когда вы хотите купить какой-либо дешевый лот сначала проанализируйте во первых свои финансы узнайте рыночную стоимость имущества за сколько вы реально можно забрать по минимальной и максимальной цене и только после этого уже обращайтесь к специалистам для участия в торгах но если все же вам очень хочется очень хочется попробовать поучаствовать то я рекомендую вам приобрести электронную цифровую подпись и заходить в торги и участвовать в торгах от своего имени в этом случае вы закроете свои возражения уже на своем опыте и не будете тратить чужое время для того чтобы сказать и показать вам мне я бы мне бы хотелось показать вам непосредственно статистику по торгам которая у нас есть вот для того чтобы понимали что конкуренция в принципе она как бы есть для этого нам необходимо спуститься вниз и к примеру виды торгов виды торгов в 2004 год статус лотов состоялся и не состоялся с возможностью заключить договор итоговая цена исключить торги с аннулированными результатами и давайте посмотрим то есть что у нас есть давайте сюда перенесу что у нас есть и так продажи государственного и муниципального имущества синяя то есть обратите внимание самая большая продажа да то есть это больше всего здесь люди участвуют начальная цена с учетом торгов да то есть статусов 27 миллиардов рублей итоговая цена по завершенным торгам 30 миллиардов прирост повышения цены получается на почти на 9 и 2 процента то есть на 9 и 2 процента но участие в торгах это я сразу могу сказать как это выглядит то есть это заходит в торги два человека один делает ставку другой делает ставку подтверждает цену на 5 процентов да то есть но это мы так создаем конкуренцию для себя то есть когда нам нужно показать что у нас заходили в торги участвовали именно два и более участников до в реальности какие-то торги у нас проходили там было действительно много народу но на 9 процентов в реальности мы что видим что люди заходили и забирали буквально по минимальной цене потому что в этой секции виде торгов у нас повышение идет но на 5 процентов то есть получается буквально делали один шаг дальше аренды продажи земельных участков зеленая то есть как мы видим люди повышение покупают и здесь самая большая конкуренция вот но на текущий момент по сравнению с продажей то есть что мы здесь видим у нас начальная цена с учетом торгов на 262 миллиарда итоговая цена 8 33 миллиарда и обратите внимание процент плюс 217 процентов то есть люди землей интересуются больше всего заходят ее и покупают в этот раздел и как вы видите здесь идет активная борьба то здесь есть конкуренция поэтому если вы хотите купить хороший земельный участок то не нужно придумывать причину почему другие не хотят купить этот участок далее аренда безвозмездное пользование тоже интересная категория но не все на самом деле видят не какую-то перспективу сильно большую то есть здесь обратите внимание то есть нас плюс 69 процентов принципе тоже идут неплохие торги обращенное имущество обращенное имущество плюс 146 процентов итоговое повышение также есть участки недр я с ними не работаю хотя обратите внимание тоже как бы безумное количество человек реализация имущества должников процент 23 процента прирост могу предположить что здесь заходит по большей части у нас два человека два человека я имею ввиду для участия в торгах два человека искусственно поднимают цену комплексное развитие территории многоквартирники у нас 359 процентов самая большая то есть застройщики землю покупают для строительства многоквартирников и все прочее имущество 139 процентов то есть получается если мы все это посмотрим самая маленькая у нас идет самая маленькая конкуренция это приватизация муниципального имущества почему земельных участках у нас идет безумно большая конкуренция да то есть я могу предположить просто потому что у нас начальная цена и от аренды идет по большей части мы продаем от аренды если бы шла бы она сразу в собственность то у нас статистика была вот примерно бы такая же да потому что начальная цена в собственность но она не сильно интересна а через аренду ну люди конечно хотят очень дешево купить тем более у нас ну настолько безумно раздули все это этот момент что выкупы за 3 процента от кадастровой стоимости я надеюсь данное видео было вам полезным вы получили для себя какую-то нужную для вас информацию безумно рада что подписчики на моем канале прибавляются просмотры увеличиваются вы можете писать тема нашего следующего видео на в комментариях под этим видео и самые интересные видео я буду конечно же для вас записывать самые интересные вопросы я буду для вас записывать потому что мне кажется что здесь на вот уже настолько все легко муниципальных торгах но разбираться с ними я понимаю что это очень очень сложно поэтому какие у вас сложности возникли пишите в комментариях и я запишу для вас следующее видео до встречи в эфирах